Приветствую вас! Знаете, вот то, что я увидел у вас в тексте, да, по крайней мере в первых строчках этого текста, навело меня на мысль о том, что вы недоиграли. Вот просто, элементарно, недоиграли. Догая у меня сложилась авиация. Почему? Ну, потому что вы пишете, мне 27 лет. То есть, начинаете вы с возраста. Возраст, это чисто социальная характеристика, не более того. Для вас возраст очень значим. Конечно, нужно понять, чем именно, в чем значимость возраста для вас. Именно для вас. Вы пишете, я уже вполне взрослый человек. Опять же, это вы пишете к чему-то. То есть, я уже вполне взрослый человек, означает, что вы претендуете на какие-то привилегии взрослого человека. Взрослого, зрелого человека. И вы увязываете взрослость с тем, что вы страдаете от комплексов. Хотя, на самом деле, возраст и комплексы, вещи абсолютно разные. И не связаны между собой никак. Так, вы пишете, что я очень страдаю от своей закомплексованности. То есть, какие у вас комплексы, вы не знаете. Еще раз повторю, вы не знаете, какие у вас комплексы, потому что вы не можете этого знать, находясь в ситуации, находясь в, так сказать, ну, внутри этой ситуации своей. и то, какие у вас комплексы, то, какие они у вас, значит, могут увидеть, только со стороны другие люди. Вот. Невые. Невые сами. Вот. Дальше идем. Дальше идем. Вы пишете, что вы именно страдаете. Да? Значит, если вы страдаете, то страдания должны быть чем-то, ну, обусловлены. То есть, то есть, вы недополучаете чего-то. И надо вот определить, чего именно вы недополучаете. Вот. именно вот что хочется вам, что вы хотите, что вам нужно. В чем заключается страдание ваше? Вот. я думаю, это один из ключевых моментов. Вы пишете, что меня воспитывала с детства бабочка, она была невероятно строга, и мне ничего не разрешат. вот здесь очень важно понять такую вещь, что вам не разрешали что-то делать. Да? Для чего? Вам не разрешали что-то делать аммм почему? Вам не разрешали что-то делать по какой причине? Чего хотела для вас бабочка? То есть, вот, попробуйте здесь разложить данную ситуацию на три элемента. Да? То есть, даже не на три, а на шесть элементов. Я объяснил. Значит, на листке бумаги попробуйте провести две горизонтальные линии параллельные друг к другу. На верхней горизонтальной линии отметить три точки. Первая, самая левая точка это 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 значит, то, чего хотела бабочка для вас это желание. Средняя точка это то, как она эти желания вам доносила. Да? То есть, можно это назвать формы. И третья точка в самом конце это результат. Или R или P последствия. На значит нижней линии вы пишете свои желания, то, чего хотите вы для себя, свои формы, то есть, то, как вы планируете этого добиваться и такие же последствия. И вот проанализируйте это, проанализируйте этот момент. То есть, вы увидите, что в точке желаний, чего хотите вы для себя и чего хочет бабушка для себя, в целом, скорее всего, вы совпадаете. И в точке зрения взглядов на результат в общем и целом, скорее всего, вы тоже совпадаете. А вот в точке формы, то есть, в точке того, как доносить вот эти вот желания, вы различаетесь. И тут нужно поисследовать вам, вам саму, и тут нужно подумать, чем обусловлено различие формах. Вы это знаете, вы это знаете, просто вам нужно на это обратить внимание. Момент здесь какой? вы можете сказать, что бабочка довольна тем, что я сейчас занимаюсь бабочкой довольна тем, что я сейчас преподаватель и так далее. это не совсем так. Я поясню, почему это не совсем так. Дело в том, дело в том, что если вы недовольны, вот если вы сами недовольны тем, что вы делаете, если вы сами недовольны тем, что у вас есть, если вы сами недовольны тем, как обстоят дела у вас сейчас, то и бабочка недовольна. По итогу. По итогу и бабочка недовольна тем, что у вас происходит. И получается, что действуя по её и вашим желаниям, но по её форме, решив, что эта форма приведёт вас к успеху, вы в итоге не приходите ни к успеху, ни к чему, а только лишь отдаляетесь от того, чего хотела для вас бабочка, чего хотели для себя вы. По итогу. Вы говорите, что мне ничего не разрешали, юбки-колёшки не носи, значит, макияжем не пользуете и так далее. Вы здесь говорите, мне ничего не разрешали, это позиция ребёнка. И в этой позиции ребёнка вы, скорее всего, до сих пор и находитесь. Но сейчас, именно сейчас, с точки зрения уже взрослого человека, каким вы являетесь, давайте мы будем рассуждать всё же немножко иначе. Мы будем рассуждать так. Не мне ничего не разрешали, а я. Я позволил запретить себе носить короткие юбки. Я позволил запретить себе пользоваться макияжем. Вопрос. Для чего? С возрастом это превратилось в закрытость в себе. То есть я всё время переживаю, что обо мне скажут другие люди. Опять же, опять же, вы переживаете, что о вас скажут другие люди, потому что у бабушки социально обусловлена была такая форма, такая форма, значит, донесения до вас вот этих самых вот её желаний, да, желаний, ну, по отношению к вам, которые ориентированы на мнение других. Вам нужно понять природу, вам нужно понять природу этой ориентированности, вот, необходимо понять природу этой ориентированности, чтобы лучше с ней взаимодействовать. Далее, немножечко попробуем когнитивного аспекта. Вот вы говорите, что, значит, вы боитесь показаться через-чур легкомысленно. Что плохого будет для вас, если вы покажете через-чур легкомысленно? легкомысленно, вот, подумайте об этом. То есть, что будет, что будет плохого для вас, если вы, если вы покажете кому-то легкомысленно, и что, то произойдёт. Я смотрю на других девушек, которые одевают, что хотят и делают, что хотят, внутренне им завидуют. Вот, понимаете, зависть, это непринятие себя. Это непринятие себя такое, как Каева есть. То есть, я считаю себя каким-то, ну, неполноценным, и поэтому я завидую тому, что есть у других, не понимаю, что то, что есть у других, другие не ценят, потому что для их реальности это абсолютно нормально. Вот. Вот. Здесь, конечно, нужно ориентироваться именно на принятие себя в себя. То есть, вот, именно на восприятие своих недостатков, как проявление силы. Вот. Сама же я хотел бы быть такими же, как они, свободными, независимыми от чего-либо мнения. А с чего вы решили, что они независимы от чего-либо мнения, и с чего вы решили, что они свободны? Что вообще такое свобода и где её границы? Я полагаю, что этот момент тоже нужно поисследовать. И вот, понимаете, такая немного инфантильная детская позиция, она и навела меня на мысль о том, что вы не доиграли, по сути. То есть, вы просто не доиграли. Нет ничего плохого в том, что вы преподаватель, что вы одеваетесь строго и так далее. В этом ничего плохого нет. Проблема лишь в том, что вы не чувствуете свою значимость. Вы не чувствуете связь между тем, что вы делаете, и тем, что имеет результат. Вот именно это то, что в детстве делает каждый человек, вы не делали. Из-за этого, из-за того, что у вас просто нет бласква, да. Вы не дуражитесь, вы все время думаете о том, как о вас подумают. Из-за этого все проблемы на самом деле. Вот. Эти рамки мешают мне и в личной жизни. Долгое время я вообще не общался с парнями и считал, что я хорошая девочка, а знаете, должна учиться. Понимаете, вот оценочное суждение, да, возможно, бабочкина оценочное суждение, что хорошая девочка должна учиться. А хорошая девочка, это какая, какая? Вот хорошая девочка, это какая девочка? Как связана хорошая девочка с тем, что она учится? Как связана хорошая девочка с тем, что она не встречается с парнями? То есть вот, знаете, в гештальт психологии это называется интроект. Интроект. Интроекты это когда человек полностью и целиком принимает какую-либо предложенную ему позицию без фильтра. Без фильтрования. Вот просто поисследуйте. Просто поисследуйте. Какая идея в том, что хорошая девочка должна учиться? Какая идея в этом? И каково критическое отношение к этой идее? В итоге у всех моих подруг уже семьи. Я одна и даже не умею правильно выстраивать взаимоотношения с мужчинами. Ну, этому нужно учиться. Это связано не с комплексами, а с тем, что у вас не было мамы. То есть вы не можете воспринимать в качестве образа женского поведения бабушку. А мужского образа у вас-то и не было почти, потому что была бабушка. А в норме мужского образ это все-таки отец. И дело здесь, опять же, не столько в самых комплексах, сколько именно вот в этом. Что, возможно, вы чувствуете себя брошенной отцом. Возможно, вы не чувствуете себя женщиной вообще. Ну, потому что бабушка никогда не была для вас женщиной. Откуда взяться к женскому поведению, да? Вот. И отсюда отсутствие личной жизни. Понимаете? Далее вы пишете. У всех моих подруг уже семьи. А вам семья зачем? Вот вам семья, чтобы что? Вы пишете. Не умею выстраивать взаимоотношения с мужчинами. Не умею выстраивать взаимоотношения с мужчинами. Но общаться же вы умеете. Общаться же вы можете. Соответственно, дело не в том, что вы не умеете выстраивать взаимоотношения с мужчинами. Дело в том, как и по поводу чего вы выстраиваете общение с ним. Вот это важно. Ну и, собственно, заджим вам семья, это тоже важно. Мне, например, кажется, что змея вам нужна только потому, что вы боитесь того, что из-за её отсутствия про вас будут говорить, что вот она какая-то не такая, что с ней что-то не так, там, и так далее. Это плохой мотив для того, чтобы создавать семью, ибо семья создаётся совсем, ну, другими мотивами, совсем другими мотивами. Так, потому что опыта, как догового, у меня нет. Ну, а что вы делали, чтобы этот опыт был? Плюс к тому же, я работаю преподавателем, и это мне тоже сильно мешает в жизни. А зачем вы тогда работаете преподавателем? Для чего вы работаете преподавателем? Чтобы что, как был формирован ваш выбор насчёт работы преподавателем? Вы пишите, стараюсь строго одеваться. Зачем? Лишневость не позволяет себе. Почему? Что есть лишнее? Да? То есть, вы же вот сами тем-то стараетесь строго одеваться, по сути, и находитесь в этом данном кругу. Все время думаю, что об этом скажут мои ученики или их родители. Об этом это о чём? Какая вам разница, что они скажут? Да, это всё вот из-за непринятия себя. То есть, нет чёткого представления о том, какая я. То какая я формирует мнение других людей. То какая я формирует отношения других людей. Отсюда все вот эти вот ваши поведенческие паттерны. Своих собственных представлений о том, какая вы, нет. А свои собственные представления о том, какая вы, формируется А. Из понимания вреда и пользы для вас, и из ощущения того, что вам нравится, что для вас естественно и так далее. Ну и, конечно же, решение, вот, решение, о котором я говорил, да, то есть вы позволили в детстве себе что-то запретить, вот, ради чего, с какой целью. Так, летом, когда я была в отпуске вдали от семьи, впервые подтверждывала невероятного собора, наконец я могла наше чисто колчил, могла ходить на свидания, как избавиться от всех этих комплексов. Ну, для начала, я думаю, что вдали от семьи, да, вот, не очень понятно какой семьи, если бы вас воспитывала бабочка. Вот. Ну, я полагаю, сепарация, сепарация и отдельное проживание это тут вам необходимо. Необходимо. Потому что, если вы живете со своими родителями, если вы живете не одна, да, то вы, выполняя роль дочери, внучки, там, сестры, если у вас есть братья и сестры, вы теряете свою роль личности, свою роль женщины и, соответственно, ни о каких отношениях речь обидеть не может в принципе. То есть, первое, это сепарация, отдельное проживание. Вот. Дальше, значит, как избавиться от всех этих комплексов. Ну, есть много разных способов, как избавиться от комплексов. На самом деле, в рамках одного ответа на запрос от комплексов вы не избавитесь. Это невозможно. Комплексы, они определяются несколькими понятиями, несколькими определениями. Вот. Первое определение, это ложные понятия. Комплексы, это ложные понятия. То есть, это неверные представления. Закрепленные эмоционально. Это неверные установки. Вот именно ваша установка. И это страх перед чем-то. Страх перед чем-то, как правило, как правило, закрепленные, закрепленные реакции другого человека. И, соответственно, как вы понимаете, ну, что реакции эти нужно развивать, понятия нужно корректировать. И делается это как на индивидуальной терапии, так и на групповой. Ну, иногда вот лучше заниматься групповой терапией, чтобы вы могли там на практике применять какие-то новые модели поведения. То есть, идеально, если вы консультируетесь и в групповой, ну, в группе, да, и индивидуально. Второе определение комплексов, это эмоционально окрашенное переживание, которое объединило в себе ряд элементов на уровне интуиции, на уровне инстинктов. Закрепило их, что определяет, ну, что определяет слово комплекс, да, то есть комплекс это, эээ, это, ну, совокупность, совокупность. И теперь, когда происходит какая-то ситуация, в которой есть элемент закрепленного у вас комплекса, вся комплексная цепочка у вас оживает. И вы ведете себя по сути так же, как в детстве. Ну, соответственно, тут тоже нужно и можно эти связи разбивать, корреляции разбивать можно тоже. Вот. Так что, если отвечать на ваш вопрос о том, как избавиться от комплекса, то это индивидуальная работа. Ведя в такое время, что я чувствую себя ущербной, поскольку не веду себя так раскрепощенной, как и остальные девочки. Понимаете, раскрепощенность, если вы будете вести себя раскрепощенно, не даст вам вот этого чувства, что вы не ущербны. Потому что, опять же, это не принятие себя. То есть, принять себя нужно любой. Нужно любой. И вопрос здесь, он ставится так. Буду ли я чувствовать себя ущербной, если не буду раскрепощенной. То есть, вне зависимости от того, раскрепощена я, не раскрепощена, я чувствую себя хорошо. То есть, это мой выбор быть раскрепощенной и быть не раскрепощенной. А увязывать полноценность только с раскрепощенностью, это, по сути, означает, что вы никогда не будете чувствовать себя полноценностью, потому что уровень раскрепощенности указывал свой. И ориентируясь на внешнее, да, на внешнее ориентируясь, вы можете дойти до угрозы своей жизни в раскрепощенности. По сути, до смерти. Вот. Поэтому, если вы хотите быть более раскрепощенной, то нужно определять, определять вам самой то, что вы считаете закрепощенностью и убирать это. Вот. Но для этого вам придется, скорее всего, менять свою деятельность, да, то есть, уходить с работы преподавателя. Вот. И заниматься теми другими. Потому что, опять же, ваш жизненный путь, да, он нуждается в анализе и в корректировке. Вот. Можно быть на должности преподавателя раскрепощенной, но это только в том случае, если вам эта работа нравится. Именно, вот, преподавательская, преподавательская деятельность. Если она вас устраивает. Дальше. Вы пишите, сейчас такое время, что я чувствую себя ущербнее, поскольку не веду себя раскрепощенным. Какое время? Какое время? Понимаете, вы, по сути, по сути, стремясь быть раскрепощенным, да, по сути дела, вы движетесь, вы движетесь по тому же сценарию бабочкой. Потому что, как вот вы говорите, что вы постоянно думаете о том, что скажут другие люди. Так и сейчас вы движетесь туда же. То есть это всё с той же сценарией. Это вся та же модель поведения. Понимаете? Вот. А перестать быть, быть, быть закомплексованным, то есть перестать быть не свободным и быть свободным, это значит слушать себя и принять себя. И не бороться с кем-то, как вам правильно сказал мой коллега Анатолий Михайлович. Не бороться с кем-то, не пикироваться с тем, что вам дают. То есть вас закрепощают, а вы раскрепощаете. Да, вы стремитесь раскрепоститься. Это не делает вас свободным, так же. Отсутствие закомплексованности – это свобода. То есть хочу, буду закрытой, хочу, буду открытой. Вот. И мне без разницы, кто и что подумает обо мне, другие люди. Вот. А это анализ того, почему другие люди говорят те или иные вещи, да. Ну, то есть, что стимулирует людей говорить те или иные вещи. И это, еще раз повторю, работа, надо принять им себя. То есть, по факту, да, вот, такое простое вам, простую иллюстрацию вам дам. Например, я говорю, что вы, там, плохо одет, да, что вы, там, должны, грубо говоря, одеваться, там, в комбинезон, да, или, там, что-то еще. А вы одеваетесь в это и выходите, но плохо по итогу вам. Понимаете? То есть, вы одетесь, одетесь так, как я сказал, но страдаете от этого вы. Страдаете вы, потому что вам неудобно, вам тяжело, вам не подходит комбинезон. И здесь только вся в том, чтобы вы ответили на вопрос, ради чего я терплю неудобства, да, мнения других людей. К чему меня приведет мнение других людей? Куда меня приведет мнение других людей? Ну, я бы хотел порекомендовать вам книгу, которая называется «Я умею прыгать через лужи» Алана Маршалла, ее можно найти в интернете. Это книга, как раз таки, про комплексы, вот. Почитайте, почитайте эту книгу, и я думаю, что вот, когда вы почитаете книгу, то можно будет уже говорить, можно уже будет работать, вот. Также, для анализа, вот, для лучшего взаимодействия со своими чувствами, я рекомендую вам практикум по гистантерапии Федерика Первого, вам просто хорошее упражнение на повышение эмоционального интеллекта, тоже было бы неплохо для работы с вами, с вами дальнейшей. Вот. Вы говорите, помогите, пожалуйста. Помочь-то мы вам, конечно, можем. Вопрос в том, как, как вы хотите, чтобы мы вам помогли, понимаете? Потому что работа с комплексами – это не то, что решается за один ответ. Работа с комплексами – это работа с вами. Работа с комплексами – это постепенное изменение ваших понятий. Работа с комплексами – это проработка, то есть переживание одного и того же. Это процесс, это процесс ритмичный, это процесс такой, знаете, долгий, нудный. Вот. Но это работа. И если вы хотите, если вы хотите действительно изменить свою жизнь, то выбирайте себе эксперта и начинайте работать. Вот. Понимаете? Я, я могу сказать про себя, что я работаю через взрослую регрессию, в транзактном анализе. Вот. И при вашем желании, да, при вашем желании все можно достичь. Но запрос, избавиться от всех этих комплексов, да, это не запрос. Потому что комплексы, как и любое образование, это изначально для того, что нам дано в качестве чего-то позитивного. Вот. То есть комплекс – это регулятор. Просто у вас это более такую яркую форму принимает. Ну, нужен более четкий запрос, да. То есть я хочу, например, быть женщиной, я хочу быть свободной, да. Я хочу, так скажем, носить что-то, да. Вот. Я не хочу, там, думать о том, что обо мне подумают другие и так далее. Вот. Это да. Это можно сделать. Но это работа. Это работа. И каждый из этих запросов, это по сути отдельный запрос. Отдельный запрос на отношения с бабочкой. Отдельный запрос на ориентацию на чужое мнение. Отдельный запрос на взаимодействие с мужчинами. Отдельный запрос на профессиональный рост. Вот. И все. Вот это вот нужно прорабатывать. Да, вам не очень повезло, что вы в детстве воспитывались только бабочкой. Вот. Ну, что ж, поделать. Ну, нужно брать то лучшее, что вам дала бабочка. И использовать это в собственных целях. Так же и во всем. Вы берете лучшее, что у вас есть, и используете это в своих целях. Ну, вот. Понимаете, вот когда вы говорите, что вам что-то мешает, да, это вот по сути та самая строгость. То есть, понимаете, вот строгость, да, это что такое строгость? Жесткий регламент. Это планированность. Это рафинированность. Да. По сути. И порождает, вот именно, именно порождает подобную, ну, подобное поведение, да, подобная, подобная постановка вопроса порождает. Дезадаптированность. Человек. По сути дела. И вы сейчас именно дезадаптированы. То есть, вы говорите, мне запретили, мне не позволили, мне не дали, мне мешает, нет, 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 нет и еще раз нет. Это не так. Вы выбираете себе свой путь. И в данном случае, ваш путь именно такой. Вы выбираете, что, что вам мешают рамки. Ваши. С какой целью вы выбираете? Для чего вы выбираете? Чтобы, чтобы что? Что? Вот. Это. И нужно анализировать, анализировать. И, как только вы замените, вот, свои утверждения. Значит, значит, мне кто-то помещает, да, то есть, позиция жертвы на позицию свободного человека. Я выбрала, я позволила помещать. Ситуация сразу поменяется. Вот. Ну, и обязательно, 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 почитайте книгу, я умею прыгать через уши. На мой взгляд, это идеальная такая подготовка для работы с комплексами. Вот. Что еще добавить? Что еще добавить? У вас нет ничего своего. Ну, как это мне видится, да? То есть, нет своего выбора, нет своего пути. Не совсем даже, не совсем даже понятно. Вот этот вот, этот всплеск свободы, что был у вас в отпуске вдали от семьи. Это было, это было что-то вроде бунта какого-то. Или это было, ну, действительно, действительно, ваше. Понимаете? То есть, вот, одно дело, когда вы делаете просто ради бунта что-то, именно ради бунта, просто ради бунта. И другое дело, когда вы действуете просто, потому что, ну, вам этого хочется, вы этого хотите, вам это нужно. Это разные вещи, на самом деле. Очень, очень разные вещи. И, вот, на мой взгляд, на мой взгляд, отграничивать одно от другого здесь, тоже весьма, весьма необходимо, нужно и полезно. Потому что, ну, а по-другому как, да? А по-другому вы тогда останетесь вот, ну, в своём текущем состоянии, да? В своём текущем состоянии, ничего не изменит. Вот. Вот, я думаю, я думаю, что, примерно так можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаёте. Вот. Значит, эм, какие-то моменты я дал, эм, хочется верить, что вам это пойдёт на пользу, по крайней мере, я очень надеюсь, что вы, ну, вы для себя, эм, увидите что-то. Вы для себя, эм, возьмёте что-то из того, что я сказал. Вот. И я очень надеюсь, что вы будете, эм, всё-таки, на предыдущем, по направлению, ну, в направлении, э, работы, э, с психологом, индивидуальной работы. Ну, вот. нужно работать. Вот. Это тоже в терапевтических целях. Конечно, решать вам, выбирать все вы, это безусловно. Безусловно. Вот. Никто вам как бы навязывать позицию не будет. Вот. Но я говорю, как лучше. Я говорю, как лучше. Вот. Ну и вот слово «должна». Слово «должна». Слово «должна» это феномим слову не свободен, обязан. Да? И вот начните опять же с того, чтобы определить как-то в процентных соотношениях, что вы делаете, потому что хочется, и что вы делаете, потому что должны. Если должны, то кому должны. Должны чтобы что. Понимаете? Вот. Это очень удобная позиция. Опять же, очень удобная детская позиция. Я должен от меня ничего не зависеть и так далее. Вот. Поэтому я и говорю, что вам не хватало, не хватает, а именно вот, так вы знаете, доигранности, доигранности. Вам не хватает ощущения значимости от того, что делаете вы. И поэтому вы вдохновились так сильно, когда были на отпуске. Потому что вы приехали на отпуск, вы не работали. Да? У вас было что-то свободное. И вы наконец-то смогли делать то, что вы хотели. Это действительно взломали, это действительно ощущение, что вот я что-то делаю, и есть результат. Вот. Ну вот, вы приезжаете обратно, и всё. Вновь зажато. Ну, очевидно, что это ориентация на других людей. Очевидно, что это страх перед ними. Очевидно, что это какое-то решение. То есть, так вы получаете для себя то, что вы хотите. Так вы удовлетворяете свои какие-то потребности. Ну, я не знаю, потребность может быть в любви, может быть в чём-то ещё. Вот. Это тоже нужно зафиксировать, и тоже нужно, во-первых, определить, да, чтобы вы как-то согласились с тем, что да, это вот я это делаю для того, чтобы там что-то, то-то, то-то. Вот. И, соответственно, нужно думать, как можно по-другому добиваться того, что вы хотите. Ну, иногда бывает страх у людей перед, ну, перед тем, чтобы сказать «нет», например. Ну, тем, кто вот их ограничивает. Ничего, они боятся, что люди, вот они скажут «нет», и люди на них обидят, там, и так далее. Они говорят «вот, меня не примут, меня добрят». Здесь тоже нужно, э-э-э, не спеша так подумать. «Они о добре не примут». По какой причине? Ну, вот. По какой причине люди, э-э-э, например, бабушка поместила вас в такой режим, ну, в такой режим? Может ли человек, для которого такой режим нормален, безболезненность что-то принять? Что означает болезненность принять? Понимаете? То есть, э-э-э, вы не думаете о себе, вы не заботитесь о себе, но вы хотите о себе заботиться, и вы хотите думать о себе. Поэтому вы засыглены на том, что у вас не получается, и с негативом относитесь к тому, что вы думаете о других людях. Если это подкорректировать правильно, и адекватно думать о других людях, и адекватно думать о себе, именно адекватно, то всё нормализуется. И люди чувствуют, как вы к себе относитесь. А-э-э, как бы если, если вы будете использовать раскрепощенность, как средство для того, чтобы чувствовать себя более уверенной, то эта условность, эта зависимость даст возможность другим вами манипулировать. И, по сути, ничего не изменится. Абсолютно. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.